Новые лаборатории открыли в Ижевском техническом университете. Здесь будут оттачивать навыки будущей электроэнергетики на самом современном оборудовании. Как стал возможен такой проект, расскажет Татьяна Домрачева. Несколько месяцев потребовалось, чтобы оснастить новые лаборатории в Ижевском техническом университете. Компания «Уралэнерго» обеспечила современное оборудование, ее специалисты смонтировали его. Это здорово, когда университеты будут оборудованием. Это престиж и учебного заведения, это престиж Удмуртии. И отрадно было бы, если бы молодые люди не грезили столицами, а учились здесь. И в том числе оставались и приходили к нам на предприятия. На таком оборудовании нынешним студентам предстоит работать после окончания вуза. В лаборатории они смогут получить практические навыки. В том числе на подобных устройствах, столкнуться с которыми могут на предприятиях вода и теплоснабжения. Снабжен логическим контроллером, которые на сегодняшний день распространены во всех аналогичных устройствах. Студенты на нем смогут научиться азам программирования и управления различными технологическими процессами. В лаборатории установили оборудование, которое используют в разных отраслях, от коммунального хозяйства до нефтянки. Тенденция такова, что все силовое оборудование становится умным. Его привязывают цифровизация, передача данных, облачность. Через год-полтора-два это оборудование будет меняться. Мы его будем менять на более современное, более цифровое. Учить здесь предстоит будущих специалистов в области электроснабжения и автоматизированных систем управления. Зайдут в эту лабораторию очень много направлений подготовки, потому что иллюстрификация, автоматизированность системы управления – это вопросы, которые стоят на стыке многих направлений подготовки, имеется в виду инженерный профиль. Поэтому вот это сотрудничество, причем долговременное, потому что оборудование и системы очень активно развиваются, изменяются нам невероятно полезно. Успех любого предприятия зависит от подготовки специалистов, считают в компании «Уралэнерго». То есть и от таких проектов, позволяющих повысить уровень обучения. Татьяна Домрачева, Артем Пушин, Вести, Удмуртия.